подпишись на мой twitch ссылочка в описании всем привет и что-то давно не было у нас видео не по трейдам так что я наконец решил выпустить ролик из моей давно забытой рубрики баганычки но ближе к делу сегодня выбрал карту frontier потому что на моей памяти это самая багнута из всех карт в тф2 тут можно и сквозь стекла стрелять и на небе стоять короче сами все увидите начнем с самых незначительных но все же интересных фишек а закончим самыми непредсказуемыми багами на этой карте на край крыши этого домика можно запрыгнуть главное сильно не разгоняться иначе скользнете тут есть очень узкая полосочка по которой можно ходить однако советую двигаться только вперед и глядя в сторону крыши иначе вы упадете с этой точки вы сможете контролировать движение вагонетки выход с лестницы и даже выход с более далекая лестница которая ведет синих в тот дом на котором вы стоите от себя добавлю что запрыгнуть на эту планку довольно сложно и необходимо потренироваться чтобы не соскальзывать при каждом движении также ваша позиция довольно легко раскрывается врагами особенно если вы как и я будете стоять на самом краю этой планки в общем я не особо рекомендую вам использовать эту позицию из-за того что следующая гораздо лучше ее она находится совсем близко на окошко рядом со спавном команд можно запрыгнуть за дэма солдата или даже пиро отсюда открывается потрясающий вид на все те же позиции как из крыши только шанс того что вас видит гораздо меньше естественно если на вас не висят три анжика особенно же классно обстреливать противников выходящих со спавна или правой лестницы так как стена здания рядом полностью закрывает вас от них двигаться тут не советую иначе упадете а если же вас спалили то просто спрыгивайте и уносите ноги следующая нычка находится чуть дальше по пути движения вагонетки на обе эти арки можно запрыгнуть за многие классы даже за скаута правда совета запрыгивает на левую арку ведь когда враги будут ехать на вагонетки они никак не смогут вас заметить также как вариант можно налепить липучек у арки и сидеть на ней когда враги будут проезжать мимо ловушки взорвать липучки в любом случае эта фишка очень полезна особенно при игре за оборону следующая нычка находится чуть дальше в доме в котором находится третья контрольная точка на эту балку можно запрыгнуть и сидеть обстреливая ничего не подозревающих врагов помимо этого горизонтально и даже местами вертикально передвижение по этой балке не ограничено так что даже если вас спалили вы все равно сможете помансить так чтобы вам никто не попадет далее у нас позиция рядом с спавном синих с помощью липучек или ракет можно запрыгнуть на этот фонарь и обстреливать удивленных противников гранаты можно закидывать даже в дырку рядом с трубой где на этом этапе карты тусуется больше всего человек особенно же приятной фишкой этой позиции является то что вас практически невозможно заметить прямо со спавна так что снайперов можно не бояться особенно если присесть конечно статься незамеченным тут наверху после проезда вагонетки вряд ли удастся но как вариант для спама из гранатомета на начальных этапах карты вполне сойдет следующая нычка находится прямо у дверей первого спавна синих вот на этот утес с деревом и кустиком можно запрыгнуть и спамить во все двери вражеского спавна однако я не зря расположил такую казалось бы легкую для обнаружения позицию выше предыдущих дело в том что на этом острове можно построить телепорт и враги никогда не догадаются откуда ваши союзники появляются у них за спиной крайне рекомендую располагать ваш телепорт прямо в кустике так чтобы он не был виден со стороны либо же вы можете избрать более агрессивную тактику и расположить на этом утесе вашу турель и пусть она выполнит вашу работу главное не забывайте о поводырей и следите за тем чтобы вражеские ракеты не разрушили вашу малышку следующая позиция может быть немного предсказуемой или даже общеизвестной на дверь первого спавна красных и последующего спавна синих можно запрыгнуть за абсолютно любой класс и сидеть на ней советую использовать шпионы и просто спрыгивать на ничего не подозревающих противников главное чтобы они не останавливались по пути а то получится очень неприятная ситуация следующая фишка будет также связана со спавн кемпом только в этом случае вас невозможно будет увидеть самого спавна и так лепим липучку или стреляем ракеты только легонько и целимся на крышу над любимой снайперской позиции на этом этапе после приземления принцип передвижения по этой планочке такой же как и на том домике в начале с нее очень легко упасть так что будьте аккуратны затем вы можете либо ждать снайперов и прочих то случайно запретет на этот балкончик либо начать спамить гранатами в стенку дома справа от надписи red все выпущенные вами гранаты будут падать прямо в спавн противника так что ваши враги даже не успеют сделать и шага как опять будут ждать возрождения безусловно это очень жесткая фишка и я очень не хотел бы оказаться на месте этих несчастных врагов хоть у них на спавне есть балки которые по идее должны бы задерживать попадание народных предметов внутрь комнаты этого почему-то не происходит далее нас местечко на которое вы бы точно не решили запрыгнуть не зная об этом баге лепим липучку на дом с дыркой на последней контрольной точке взлетаем и стараемся попасть на край крыши вот этого далекого дома со спутниковой тарелкой отсюда вы можете как защищать последнюю точку так и спамить гранатами по пути движения вагонетки так чтобы они взорвались в воздухе даже не касаясь земли на этой позиции вас будет крайне сложно обнаружить а движение тут работает все по тому же принципу только вперед и глядя на крышу если предыдущие нычки являлись возможно фишками этой карты то строить внутри спавна немного ненормально правда так вот на последней точке возрождения красных можно строить постройки прямо внутри левого спавна вот в этом углу эту фишку можно использовать для расположения входа телепорта так чтобы вы не разрушила вражеская команда или же для безопасной стройки турели или диспока я же выбрал это место чтобы запустить вражеского шпиона на нашу базу неплохо правда мне кажется он остался доволен короче не повторяйте моих шалостей использовать эту позицию по назначению иначе есть шанс что вас кикнут далее вас позиция для снайпера вы наверное знаете что в многих шутерах можно делать прострелы через окна стены и прочей поверхности но ведь в тф2 так нельзя или можно да на фронтире есть прострел через вот это окно тут надо немного приловчиться и понять как это работает дело в том что в некоторых местах этого окна есть невидимые дырки через которые можно простреливать противников это не очень сложно главное потренироваться ведь перед вами по сути открывается вид на выход со спавна команды противника вы стреляете из практически не простреливаемого места ну а теперь переходим к наверное самым жестким позициям на карте фронтер вторая по крутости позиция находится над дверью которая ведет команды к третьей точке тут наверху есть как бы невидимая текстура на которую можно легко залезть и со стороны будет казаться что вы стоите на небе а чтобы выжать из этого спота максимум следует аккуратно прижаться максимально вправо в угол и вести огонь оттуда ваши враги даже не будут догадываться ваше местоположение по крайней мере пока вы их не убьете однако даже после того как вас спалили шанс того что вас попадут гранаты или ракеты почти нулевой ведь за вами просто нету текстур на который бы пришелся взрыв с этой точки вы сможете вести либо агрессивный бой взрывая каждого встречного либо же выжидать идеальный момент для атаки когда враги меньше всего ожидают вашего появления я бы назвал эту позицию охотник на снайперов ведь отсюда открывается идеальный вид на так излюбленные четырехглазыми позиции так что наслаждайтесь однако будьте бдительны и самая крутая и невероятно непредсказуемая позиция это баг на крыше высоченного дома в котором расположена третья контрольная точка просто залетайте наверх этого дома и сидите желательно не двигаясь иначе вас сразу заметят отсюда контролируется абсолютно вся территория где идут активные бои но вишек на торте является в х через дом до текстур наверху дома отсутствует и вы можете в прямом смысле смотреть сквозь стены на то чем занимаются ваши противники и спрыгивать в самый неподходящий для них момент например когда инженер переносит свою турель это наверное мой самый любимый баг во всей тф2 и я буду рад если о нем узнает больше человек правда тогда его пофиксит хотя 8 лет не фиксили и завтра не пофиксит вот и все баганочки на сегодня надеюсь вы хоть немного удивились дайте мне знать если вам понравился ролик благодарю всех донатищих хотя на трассе до попали только самые крупные донаты но знайте всем огромное спасибо даже тем кто скинул мне всего лишь один риф подписывайтесь на канал заходите на мой твич вступайте в группу в стиме и вконтакте всем удачи и до связи